Здравствуйте, дорогие подписчики и гости, зрители и слушатели моего канала. У меня выдалась небольшая передышка в моем преподавании в университете, и я решил ей воспользоваться для того, чтобы сделать несколько видеороликов о религии. Я знаю, что многие мои слушатели, зрители задавали вопросы по поводу разных религий, но я решил начать с самых общих тем. Вот сегодняшний ролик будет на тему религиозной самоидентификации, то есть кем вы можете себя считать в отношении к религиям. И начнем мы с антирелигиозной ориентации, с так называемого атеизма. Атеизм – это термин ученый, а в религиозной литературе он, как правило, называется безбожием. Но это, однако, не одно и то же. Вот давайте я выведу на экран слово «атеист». Будем говорить об атеизме. Что такое атеизм? Атеизм – это активная антирелигиозная позиция. В какой-то степени можно сказать, что атеизм – это тоже вера. Атеисты верят, что Бога нет. Атеисты верят, что нет не только Бога, как верховного существа и верховного создателя, но не существует также духовного мира, ангелов, загробной жизни и всего того, что, как правило, ассоциируется с религией. Как я уже сказал, атеизм – это активное отрицание сверхъестественного. И как активное отрицание, оно может рассматриваться как своеобразная вера. Потому что трудно доказать существование Бога, но не менее трудно доказать его несуществование. Этим занимаются люди из той и с другой стороны. Есть масса доказательств и доказательств несуществования верховного существа, но мы не будем сейчас вдаваться в подробности. Следующий в списке религиозных самоидентификаций у нас идет агностицизм. Кто такие агностики и чем они отличаются от атеистов? Агностик – это человек, который не знает, существует ли Бог или нет, поскольку, как он обычно утверждает, наши чувства, наши органы восприятия, наш разум не приспособлены для того, чтобы принимать информацию из сверхъестественного мира, если таковой существует. А поскольку Бог по определению находится за пределами нашего материального мира, то мы не можем знать о том, существует Бог или нет. То есть агностики отрицают существование Бога не в том смысле, в каком это делают атеисты. Агностик, как правило, это человек науки, который говорит, что он не знает, что существует за пределами научного знания, и узнаем мы это, когда умрем. Возможно, Бог существует. Некоторые агностики говорят, что было бы хорошо, если бы Бог существовал. Но просто этот вопрос находится за пределами нашего знания. Следующий этап на пути религиозной самоидентификации – это деизм. Кто такой деист? Деист – это человек, который верит в Бога, старается верить в Бога рационально, но полагает, что Бог – это как такой часовой мастер, который сотворил свой инструмент, в данном случае всю Вселенную, и удалился, смотрит издалека на то, как этот механизм функционирует. То есть это Бог, во-первых, который не вмешивается непосредственно в дела людей, а во-вторых, это Бог, который не может изменить законы природы, которые он сам сотворил, и, соответственно, не может давать разные откровения и религиозные системы. Теисты, как правило, считают, что если бы существовал единственный Бог, то все откровения, все религии были бы одни и те же. Но поскольку священные книги разных религий говорят о разных вещах, и иногда там есть противоречия, иногда противоречия очень серьезные, то, соответственно, деисты делают вывод, что эти религиозные системы – дело рук человеческих, а не божественных, и поэтому они верят в далекого Бога, совершенного, но относятся с изрядной долей скептицизма по отношению к религии и религиозным системам. Можно сказать еще о теизме. Теизм с буквой «Т», в отличие от деизма с буквой «Д», подразумевает тоже веру в Бога, но, в отличие от деизма, теизм подразумевает веру в личного Бога, Бога как личность или сверхличность. Теизм может быть как религиозным, то есть связанным с определенной системой религиозных верований, так и непосредственно связанным с какой-то религией, если у человека есть просто вера в личного Создателя, с которым у него может быть какая-то мистическая связь. Идем дальше. Следующая стадия на пути религиозной самоидентификации, в данном случае мы не говорим о том, что это иерархия восходящая или нисходящая, мы убираем эти оценочные суждения, просто говорим о разных градациях религиозной самоидентификации. Так вот, следующее – это очень интересная религиозная самоидентификация, которая называется не-теизм. Я не уверен, что в русском языке есть такое слово, но это дословный перевод с английского термина «non-теизм». То есть, «non-теизм», «не-теизм» – это не то же самое, что «а-теизм». Дело в том, что многие полагают, что религия подразумевает веру в некое сверхъестественное существо – Бога. И тот человек, который считает себя религиозным, верующим, он верит в это существо. То есть, принято считать, что без Бога нет религии. Однако из истории религии мы знаем, что это не так. Бывают религии, которые существуют весьма долгое время, но в которых нет понятия сверхъестественного существа, создавшего эту вселенную. И таких религий как минимум три. Во-первых, это ранний буддизм. Во-вторых, это джайнизм. Небольшая религия, очень давняя, которая была создана во времена Будды, около шестого века до нашей эры. Поздний даосизм тоже не включает в себя веру сверхъестественного создателя. То есть, есть религии, которые достаточно многочисленны, как, например, буддизм. Это мировая религия. Буддисты религиозные, у них есть свои религиозные практики, у них есть медитации и так далее, и так далее. Но буддисты не верят, ранние буддисты не верят в существование сверхъестественного существа, потому что они считают вопросы о нем метафизическими, а не практическими. Они полагают, что это вопросы, ответы на которые не дадут им ничего в практической жизни и в достижении просветления. Следующая стадия, тут уже мы выходим на достаточно известную всем тропу, это политеизм или многобожие, или язычество. Политеистические религии очень распространены, были в античности, но они переживают некоторый расцвет и сейчас, начиная с первой половины 20 века, под разными именами. Политеистические религии очень многочисленны, они включают в себя много разнообразных сект, групп, но есть одна черта, которая их всех объединяет. Политеисты верят во множество богов. Некоторые политеистические религии умерли, такие как древнегреческая, древнеримская, древнеегипетская, европейские языческие верования и так далее. Но некоторые политеистические религии сохранились до сих пор в таких континентах, как Африка, например. Далее идут так называемые генотеистические религии. Опять же, я не уверен, что в русском слове существует этот термин. Это калька с английского слова хинотеизм. То есть там используется буква «h» и «h» на русском переводилось как «g». Поэтому я назвал это генотеизмом. Что такое генотеизм? Генотеизм – это переходная стадия между многобожием к единобожием. То есть есть одна религия индусская, индуизм, в которой существуют миллионы богов буквально. Там есть боги на буквально каждое природное явление, на каждую абстрактную мысль и так далее. Очень много богов. Но с другой стороны есть и понятие о едином верховном существе. Поэтому ученые-религиоведы выделили индуизм в специальную категорию. Индуизм и религии, подобные ему, в специальную категорию. Если вы войдете в индуистский храм, то вы увидите, что люди поклоняются одному богу, которого они считают наиболее величественным, могущественным, которому они поклоняются как главному богу. Для кого-то это Брахман, для кого-то это Вишну, для других это Шива, Кришна, Деви и так далее. То есть, вы поклоняетесь одному богу, но в то же время вы признаете наличие других богов. Но ваш бог, которому вы поклоняетесь, для вас является наивысшим. Вот это и называется генотеизмом. По-английски «one god at a time». То есть, вы можете зайти в храм Вишну и поклоняться Вишну, а потом зайти в храм Кришны и поклоняться Кришне. Ну и последняя стадия в религиозном самоотождествлении или религиозной самоидентификации – это монотеизм или единобожие. Самые многочисленные религии, которые сейчас существуют в мире, это религии единобожие, христианство и ислам. У нас на планете живет сейчас около 7,5 миллиардов людей. Из этих 7,5 миллиардов примерно 2,3 миллиарда – это христиане. 1,5 миллиарда – это мусульмане. То есть, итого примерно 4 миллиарда из 7,5 миллиардов – это люди, которые следуют двум пророкам. Пророку Магомету и Иисусу Христу, который почитается христианами как Сын Божий. Обе эти религии монотеистические, религии единобожие, хотя между ними есть существенная разница. Мусульмане не считают Мухаммеда Богом, они считают его пророком, посланником Божьим, в то время как для христиан Иисус Христос не просто пророк и посланник, он помазанник Божий, Сын Божий, он и человек, и Бог одновременно. Но в любом случае религии единобожие, если судить по численности их последователей, значительно опережают религии политоистические или какие-либо другие. Вот на этом я хочу закончить свой краткий обзор всех возможных, на мой взгляд, религиозных самоидентификаций. Если вы хотите сюда что-то добавить, пожалуйста, напишите комментарий под этим видео. Будет интересно, если вы откроете какую-то новую религиозную самоидентификацию. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и до новых встреч.